Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим с вами о серьезных вещах и расскажем о 10 странах, которые могут не пережить ближайшие 20 лет. Испания. Как это не кажется странным, но Испания находится на грани распада уже с 2008 года. Из-за сильнейшего экономического кризиса долг страны уже достиг почти 94% ВВП, а более 24% испанских граждан не могут устроиться на работу. Но экономика – это лишь половина бед страны. В стране есть несколько регионов, открыто желающих отделиться от Испании и стать самостоятельными государствами. Одним из таких регионов является Каталония, чье движение за независимость пользуется огромной поддержкой среди населения. Коренные жители Каталонии имеют совсем немного культурных связей с остальной Испанией, говорят на другом языке. И чтобы показать серьезность своих намерений, в 2013 году сформировали цепь из держащихся за руки людей почти в 500 километров. Помимо Каталонии, на севере Испании есть еще один регион – страна Басков, которая желает независимости. Жители страны Басков также говорят на другом языке, а на территории региона действует несколько террористических групп, которые требуют независимости региона. Северная Корея. Не секрет, что в технологическом плане Северная Корея уже давно отстала от остального мира. Несмотря на политику полного самообеспечивания, у Северной Кореи просто-напросто не хватает ресурсов внутри своих границ для выживания в 21 веке. В определенный момент Северной Корее придется забросить свою политику изоляционизма и начать выстраивать рыночные отношения с другими странами. И, возможно, когда Северная Корея откроет свои границы для всего мира, то режим Кимов не сможет выставить. Бельгия. Граждане Бельгии очень сильно разделены этническими границами. Две половины Бельгии, Фландрия и Волония имеют довольно мало общего. В южной половине страны, Волонии, живут в основном франкоговорящие люди, которые выступают либо за независимость Волонии, либо за союз с Францией. На севере же, во Фландрии, население – это этнические фламандцы, которые говорят на голландском языке. В ближайшие 20 лет Бельгия может распасться на две страны – Фландрию и Волонию. Китай. Наверное, самый неожиданный кандидат в списке. Несмотря на то, что у Китая самая большая в мире армия и одна из сильнейших мировых экономик, у Китая есть ряд фундаментальных проблем, которые они должны будут начать решать, чтобы пережить 21 век. Даже несмотря на то, что коммунистическая партия Китая жестоко подавляет всех, кто пытается их противостоять, Китай находится на пути к катастрофе. Многие серьезные проблемы вытекают из особого отношения страны к окружающей среде. Огромное количество рек и водоемов загрязнены до такой степени, что не подходит вообще ни для какого безопасного взаимодействия с человеком. А согласно прогнозам правительства Китая, к 2030 году Китай израсходует все свои запасы питьевой воды. По докладам Мирового банка, ежегодно более 250 тысяч китайских граждан умирают из-за загрязнения окружающей среды. Катастрофа для Китая может быть уже за углом. Ирак. Рост роли ИГИЛ в последние годы привлек международное внимание к проблеме глубокого разделения Ирака. Страна Ирак и ее границы изначально были созданы в 20 веке британскими колониальными властями абсолютно без внимания к культурным и этническим различным регионам. Саддаву Хусейну удавалось сдерживать Ирак от распада через репрессии и грубую силу, но сейчас страна быстро распадается. Три группы сейчас рвут Ирак на части. Курды на севере, суниты на западе и шииты на юге. Для выживания Ирака в текущих границах необходимо, чтобы курды сдали завоеванные ними территории на севере Ирака. Исламское государство должно быть побеждено, а курды, суниты и шииты должны договориться снова жить под одной крышей. Ливия. Как и Ирак, Ливия является искусственным образованием колониальной эпохи. Ливия была итальянской колонии до 1951 года. После этого полковник Каддафи держал страну в ежовых рукавицах и не давал распасться, пока не был убит в ходе гражданской войны в 2011 году. Сейчас страна разваливается. До итальянской оккупации страны Ливия просто не существовало. Территория была разделена на три разных этнических региона. Триполитания, Киринаика и Фецан. Жители каждого из этих регионов преданы своим племенным корням и порядкам гораздо больше, чем навязанным извне государственным принципам. Гражданская война в Ливии на момент записи видео продолжается. И скорее всего в старом виде Ливии ее не пережить. Исламское государство. ИГИЛ удалось захватить большую территорию в начале 2014 года. Но с тех пор оно находится в постоянно усиливающемся конфликте с растущим количеством стран. Для того, чтобы выжить, ИГИЛ необходимо заключить мир с Ираком, Курдистаном, Сирийской правительственной армией, Свободной Сирийской армией, Саудовской Аравией, Россией и США, которые возглавляют коалицию против ИГИЛ. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. У Шотландии не получилось получить независимость в ходе референдума 2014 года. Но шотландцы так просто не оставят идеи о независимости. К тому же похожие движения существуют и в Уэльсе, и в Северной Ирландии. Если один из этих регионов сможет получить независимость, то возможно весь союз развалится. А недавнее решение Великобритании выйти из состава Евросоюза только подкинуло масло в огонь движения за независимость регионов. США. Многие движения, которые привели к гражданской войне в 19 веке, существуют до сих пор. Существующие культурные и политические различия штатов могут стать причиной выхода из состава США в ближайшие 20 лет. В 2012 году более 670 тысяч людей подписали петицию о выходе Техаса из состава США. Помимо Техаса, наиболее вероятный кандидат на выход из США – Аляска. Мальдивы. Расположенные между Индией и Африкой, мальдивские острова находятся под угрозой погружения под воду из-за повышающегося каждый год уровня воды. Президент Мальдив высказывался за идею покупки земли или строительства высотных островов в Юго-Восточной Азии для переселения жителей Мальдива перед тем, как они окончательно погружатся под воду. На этом все, друзья. Спасибо, что вы смотрели до конца. Надеюсь, вам понравилось. Пишите в комментариях, о чем хотите услышать в следующих видео. Ставьте лайки и смотрите наши предыдущие выпуски. Топ-10 фактов про серию ГТА и Топ-10 фактов про Дэдпула. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok